В данный момент нами разработаны уже межрегиональные планы развития Астанинской и Алматинской агломерации. В ближайшее время мы вынесем их на правительство, чтобы постановление правительства принять. По этим двум агломерациям будут соответствующие постановления правительства. В чем их особенность? Мы ставим там первую задачу, это координация градостроительной политики этих агломераций. То есть есть само ядро агломерации. В данном случае, если говорить, то говорить на примере, допустим, Алматы, то это ядро, это Алмата в существующих границах. У ядра, рядом с ядром будет определена зона особого градостроительного регулирования. В Алмате это решение уже принято совместным решением. В зоне особого градостроительного регулирования какие-то объекты, что-то строятся только по согласованному решению сторон. Далее идет зона притяжения агломерации. То есть та зона, в рамках которой агломерация может расширяться. Вообще мы ввели понятие из охроны, она международная. Это для Астаны и Алматы полуторачасовая доступность. Это ареал агломерации. То есть за полтора часа, чтобы ты мог приехать в город и уехать. И, соответственно, для остальных агломераций это часовая из охрона. В течение часа ты мог приехать и уехать. То есть это так называемый предел маятниковой доступности. Кроме того, будет предусмотрено наличие городов контрмагнитов, которые на себя часть демографических потоков оттянут. Это связано с тем, чтобы обеспечить уменьшение демографического давления на город-ядро. Тяжело в таких городах строить грамотную миграционную транспортную политику. То есть какие-то города-контрмагниты могут быть. Ну, скажем, для Астаны, естественно, город-контрмагнит это Кокшитау, Караганда, Адбасар и так далее. То есть это города, которые находятся за радиусом из охроны, но достаточно крупные, чтобы там можно было развивать сопоточное производство, создавать нормальные условия жизнедеятельности. Все это тоже будет сделано. Конечным итогом этой работы станет разработка межрегиональной схемы развития агломерации. По всем населенным пунктам, которые я перечислил. То есть этот документ, в котором будет конкретно учтено все зонирование. Где будут находиться индустриальные зоны, где будут находиться зоны рекреации, каков радиус зоны особого градостроительного регулирования, каков радиус зоны притяжения, где основные связующие магистрали выезда из города, где будут расположены точки приезда и так далее и тому подобное. То есть это на самом деле как бы основополагающая часть. Грамотно спланировать территориальное размещение и территориальное развитие агломерации в рамках градостроительных документов. Я думаю, что второй по важности после специализации вопрос — это развитие инфраструктуры. Здесь речь идет о развитии транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунальной, инфраструктурной по агломерациям. Здесь речь идет о развитии, во-первых, быстрых видов транспорта. ЛРТ — легкорельсовый транспорт, БРТ есть такой, БАС-РАПИТ-транспорт. В основу, конечно, развития агломерации внутри города Ядра станет развитие общественного транспорта, чтобы ты как бы услугами. Для Алматы легче, там уже есть метро, есть программа его развития. Но в Алмате уже и программа развития ЛРТ разрабатывается, если не ошибаюсь, уже ТЭО разрабатывается. Астане это еще предстоит сделать. Поэтому развитие транспортной инфраструктуры тоже во главу угла выходит в данном случае. Но, естественно, для больших городов мы обязаны предусмотреть меры экологической безопасности и реагирование на чрезвычайные ситуации. Большие города в этом смысле большие проблемы. В Алмате они решаются по-своему. Перевод транспорта на газ, там, где есть высотные дома, должна быть инфраструктура, доступа к ним и так далее. Это тоже мы в этих межрегиональных планах предусматриваем на сегодняшний день. Сразу хочу сказать, что вот эти планы, которые мы на сегодняшний день принимаем, постановление правительства, они носят системный характер, потому что они реализуются в первый год. Нам сейчас надо в главном образом определить системные мероприятия, как и куда двигаться. Дальше, естественно, они каждый год будут актуализироваться и уточняться. Мы уже от системных будем переходить к частным мероприятиям. Уже сейчас у нас есть там мероприятия в рамках бюджетных инвестиционных проектов. Там строительство, допустим, рекреационной инфраструктуры указано, строительство спортивных объектов, объектов культуры, образования. Уже есть в виде конкретных проектов, которые мы реализуем. По транспорту, естественно, сейчас мы не можем ничего предложить, поскольку нет техник экономического обоснования, проектно-смертной документации. Все это мы пока в общих выражениях прописываем, но мы прописываем это для того, чтобы это все было. Думаю, что до 2020 года первые результаты мы увидим. Работа в данном направлении ведется.